В эфире РВК УФА. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Ликвидацией нефтеотходов в Стеретамахском районе планируют заняться частные компании. Об этом журналистам рассказал Николай Валуев. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды прибыл в УФУ для обсуждения за круглым столом экологического законодательства. Уже около пяти лет экологи республики бьют тревогу по ситуации в Стеретамахском районе. Речь идет о загрязнении территории близ деревень Васильевка и Контюковка отходами нефтепереработки. Нефтешлам скапливается в грунтовых водах. Высока вероятность его попадания в реку Белая. Местные жители испытывают проблемы с питьевой водой. Общая площадь пострадавших земель почти одна тысяча гектаров. До сих пор специалисты не могут определить точный ущерб природе, равно как и полностью устранить последствия. В 2013-м талые воды разрушили перегородку, хранилище и тысячи тонн шлама вытекли на засеянные поля. Это тот ресурс, который можно перерабатывая, получать даже экономическую выгоду. Потому как все-таки это нефтепродукт, из которого можно извлекать полезную фракцию, а остальное все перерабатывая таким образом, что больше об этом никто не вспоминал. Я даже больше скажу, что с руководством республики есть заключенные соглашения, есть структуры, которые хотят заняться этим. Причем структуры, которые хотят заняться полностью за собственные средства, не взяв ни копейки в государство. Как отметили участники круглого стола, сегодня в республике из 200 приоритетных проектов 6-8 относятся к сфере экологии. Наиболее крупной реализует компания «Башнефть». Она ведет реконструкцию очистных сооружений. Общий объем инвестиций порядка 20 миллиардов рублей. Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов распределит контракты на полтора миллиарда рублей. Деньги планирует разделить на три аукциона. На эти средства отремонтирует 130 многоэтажных домов, сообщает издание «Коммерсант Уфа». В первом аукционе контракт стоимостью до 633 миллионов рублей на капремонт внутридомовых систем электроводоснабжения, водоотведения и крыш в Уфе. Во втором работы по утеплению и ремонту фасадов в 70 домах, в том числе 36 в Уфе, а также в Октябрьском, Салавате, Нефтекамске и Белорецком районе. Максимальная стоимость этого контракта определена в 507 миллионов. Кроме того, в 100 домах ряд районов республики планируется капремонт крыш стоимостью до 326 миллионов. Работы по контрактам должны быть завершены до 29 ноября будущего года. Подрядчик обязан дать пятилетнюю гарантию на все виды работ. Возвращаемся к главной теме дня. Выборы в госсобрании республики признаны состоявшимися на всех избирательных участках. Победу на них одержала партия «Единая Россия». Ее представители получат 79 мандатов в новом составе парламента или почти 72% от общего числа мест. Второй партией по числу депутатов в новом созыве Курултая будет КПРФ – 15 депутатов или 13,5% от общего числа. На третьем месте ЛДПР – 7 депутатов или 6,5% мандатов. Далее идут «Справедливая Россия» с пятью депутатами, «Патриоты России» с двумя. Один депутат будет представлять партию «Зеленых» и один самовыдвиженец. Так же, как и в составе пятого созыва, в региональном парламенте представлено 6 политических партий. Но если в 2013 году в госсобрании были представлены по партийным спискам только две партии «Единая Россия» и КПРФ, то по нынешним выборам партии «Сала-4» к двум названным избирательным объединением прибавились ЛДПР и «Справедливая Россия». Причем фракция КПРФ выросла с 10 кандидатов в госсобрание пятого созыва до 15 в новом составе Курултая. Количество депутатов от партии «Патриоты России» также увеличилось. Был один мандат, стало два мандата. Соответственно, численность фракции партии «Единая Россия» уменьшилась с 94 мандатов до 79. Как сообщили в региональном центре «Избиркоме», в воскресных выборах приняли участие чуть более 49% избирателей республики. В Уфе явка составила менее 30%. В то же время избиратели сельских районов были более активными. Явка там составила без малого 60%. И в завершении выпуска о том, как торгуются акции республиканских компаний сегодня и ситуации на валютных рынках. На прямую связь со студией выходит ведущий специалист Роскомснаббанка Юлия Гемаева. Юля, здравствуй. Ждем последнюю информацию. Добрый день, Олег. На электронных торгах рубль открывает неделю резким снижением. Основная пара доллар США-рубль взлетает выше уровня 70 рублей до отметки 70 рублей 18 копеек. Евро, в свою очередь, обнуляет максимум года, достигнув отметки 80 рублей 90 копеек. Столь резкое снижение рубля – результат продолжающихся продаж леднерезидентами госдолга и очередное обострение военного конфликта на территории Сирии. Фондовые индексы Московской биржи, несмотря на слабость рубля, удерживают свои позиции преимущественно за счет высоких цен на нефть. Индекс Мосбиржи в текущем часе в слабом плюсе на 0,05%, подтягивается до отметки 2323 пункта. Индекс РТС снижается на 0,2% и котируется на отметке 1048 пунктов. Ожидание инвесторов ухудшения перспектив фондовых рынков развивающихся стран вынуждает их, как правило, в первую очередь закрывать позиции в менее ликвидных инструментах. Этим объясняется снижение стоимости обыкновенных акций Башнефти на 0,75% до отметки 1979 рублей. Привилегированный выпуск в то же время снижается на 0,2% и продолжает торговаться по 1718 рублей за акцию. На рынке нефти участники торгов отыгрывают новости атаки Сирии воздушными силами США и подрыва нефтепровода террористами на территории Ирака. Сортбренд реагирует ростом на 0,53%, до отметки 77 долларов 47 центов. Нефть Сорталайт в плюсе на 0,68% и продолжает торговаться по 68 долларов 32 цента. Олег? Спасибо, Юлия. На прямой связи со студией РБК УФА была ведущая специалист Роскомс на банка Юлия Гемаева. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК.